Здравствуйте! Вы смотрите программу «Круглый стол». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня тема нашей беседы – трудоустройство выпускников. На студии собрались люди, которые отвечают за трудоустройство, за подготовку, за трудоустройство выпускников. Также у нас молодые специалисты и люди, которые занимаются волонтерским движением. Итак, я представляю гостей нашей студии. Сергей Владимирович Кудряшов, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики. Здравствуйте! Ольга Лебедева, волонтер волонтерского движения «Содрожество». Дарина Игнатьева, выпускница вуза этого года и уже нашедшая свое место в этой жизни, можно так сказать. Алексей Алексеевич Судлинков, директор Чебоксарского электромеханического колледжа. Геннадий Константинов, начальник отдела госслужбы занятости Чувашской Республики. И Валерий Алексеев, проектор Чувашского государственного педагогического университета. Друзья, чтобы далеко и долго не говорить про тему, сразу задам конкретный вопрос. Сергей Владимирович, сколько в этом году у нас специалистов выпустились из вузов Чувашской Республики? В этом году у нас в системе высшего и среднего профессионального образования, на территории Чувашской Республики функционировало 22 учреждения высшего образования, среди них 5 самостоятельных организаций, 17 филиалов и 31 учреждения среднего профессионального образования. Выпуск в этом году состоялся порядка 18 тысяч. Надо сказать, что это где-то порядка 2 тысяч меньше, чем специалисты было выпущено в 2013 году. При чем соотношение такое? Чуть больше 11 тысяч – это специалисты, которые получили высшее образование, и порядка 7 тысяч специалистов, которые завершили учреждения профессионального образования. 11 и 7 тысяч, я так понимаю, да? Да, 11 и 7 тысяч. Это и бюджетные места, и внебюджетные? Сюда входят и бюджетные, и внебюджетные места. Тут учреждения, которые непосредственно подчиняются учреждениями, являются Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры. То есть это все образовательные организации, которые существуют на территории Чувашской Республики. Причем надо сказать, что последние годы соотношение количества бюджетных мест и внебюджетных мест, оно немножко колеблется. Вот что касается учреждений высшего профессионального образования, то из всего выпуска за 11 тысяч около 70% это выпускники, которые завершили обучение на коммерческой основе. Сергей Владимирович, а есть какая-то раскладка по специальностям? Сколько вот там, допустим, юристов, опять же, пресловутых экономистов, гуманитариев, педагогов, рабочих специальностей? Ну, надо сказать, что если посмотреть статистику и посмотреть ответственность Министерства Чувашской Республики, то у нас в Министерстве экономического развития и торговли Чувашской Республики в постановлении Кабинета Министов возложено как раз анализ, баланса потребностей трудовых ресурсов и кадров для экономики Чувашской Республики. Этот баланс или потребность, оно рассчитано до 2020 года. Что касается этого года, условно говоря, пока еще на рынке труда Чувашской Республики наблюдается дисбаланс. То есть количество специалистов, которые получили высшее образование в соответствии той потребности, которая нужна для экономики, как по количеству соотношений, так и по направлениям. Что касается специалистов, которые получили образование в учреждениях профессиональных образовательных организаций, то есть специалисты среднего звена, то приблизительный баланс соблюдается. Ну и, естественно, до сих пор еще сохраняется потребность в рабочих кадрах. Такие рабочие профессии, как швея, водитель, слесарь, каменщик, повар, продавец, они очень востребованы на рынке труда. Но если посмотреть, условно говоря, из 10 специалистов, которые нужны на рынке труда, это один специалист с высшим образованием, три специалиста со средним специальным образованием и шесть специалистов с рабочими профессиями. А реальная картинка получается такая. Четыре специалиста выпускают с высшим образованием, три со средним специальным, и получается у нас еще три специалиста с рабочими профессиями. Ну давайте швей выпускать с высшим образованием. Это же так замечательно, когда будет сидеть швея с высшим образованием. Ну надо сказать, что работодателям нужны швеи разные. Есть квалификация, есть определенные требования. Зависит от того, какие программы они осваивают. Зависит от того, на каком производстве работают те и иные предприятия Чувашской республики. Ну и если посмотреть по высшим образовательным организациям, вот словно говоря, по группам специальностей, по направлению экономика и управления, потребность где-то 847 в этом году. А закончило в этом году более 3100 выпускников, которые получили по этим направлениям высшее образование. Скажите, они уже трудоустроены куда-то? Ну, процесс трудоустройства, он идет. То есть, если официальные статистические данные у нас даются по Министерству образования на 1 октября. То есть, 1 октября будут официальные данные. Но надо сказать, что показывает практика. 66% выпускников, имеющих высшее образование, они, в принципе, по итогам прошлого года, они все трудоустроились. По специальности? Причем по специальности из 66% работают только 82%. То есть, из 66%, которые трудоустроились за первый год после выпуска, получается, по специальности только 82% работают. То есть, 34% это либо армия, либо декретный, либо безработный? 14% забирают в армию. Кто-то продолжает еще обучение по другим уровням. То есть, магистратура поступает там и так далее. Где-то 0,2% всего лишь что-то нетрудоустроенное. Вот официальная статистика говорит. Хотя банк вакансий, вот по данным службы здания населения Чувашской Республики, именно 1 июля 2014 года по Чувашской Республике составляет более 19 тысяч вакансий. К вакансии мы еще вернемся. Валерий Васильевич, Вы выпускаете педагогов. Да. Сколько вот у Вас в этом году получили дипломы? Ну, в этом году дипломы педагога получили где-то чуть более 400 человек. Вот по данным на сегодня у нас где-то процентов 30 вот из всего выпуска они уже заключили договоры с работодателями. А, как правило, ежегодно процент трудоустройства педагогов, ну, составляет примерно где-то 66-67%. А есть у нас данные, сколько вообще необходимо педагогов в школах? Конечно, нет. Вот сколько необходимо? Министерство образования, вот потребность, когда... Ведь сейчас что? Вот уже на протяжении последних трех лет контрольные цифры приема по учреждению высшего профессионального образования и по учреждению среднего, они формируются на основании вот как раз прогнозных цифр потребности. В ВУЗы, они участвуют в конкурсе федеральном. Причем соотношение такое, 70% это потребность, которая определяется на уровне Российской Федерации, дают цифры, 30% это субъект. Что касается педагогических специальностей, мы потребность давали более 600 на этот учебный год. Но вы знаете, что изменились правила приема в учебные заведения, хотя и говорили или говорят, что раньше тоже были целевые места на педагогические специальности. С этого года несли изменение правила приема. То есть учредитель или субъект, если потребность необходима для подготовки кадров по педагогическим специальностям, то вместо 15% о контрольных цифрах приема по специальности может цифру поднимать. Словно говоря, до 20%, до 30% и так далее. В зависимости от потребности. Причем вот эти договора по целевому приему, они позволят, наверное, в ближайшие годы как раз обеспечить, наверное, ту потребность, которая необходима для образовательных организаций Чувашской Республики и Педагогов. То есть 600 необходимо, 400 выпускают, 300 трудоустраиваются по специальности. Но это не только педагогическое университет, он и выпускает педагогическое. У нас есть другие образовательные организации, которые тоже выпускают педагогов. Это и университет у нас выпускает, филологов, историков, географов выпускают, ну и так далее. Они тоже трудоустраиваются. — Геннадий Николаевич, вот Сергей Владимирович уже сказал, что банк вакансий у нас 19 тысяч профессий. — Там в сегодняшнем банке вакансий имеет сведение о наличии 19 573 вакансий. Поэтому база такая огромная. Но, конечно, здесь надо банк вакансий, надо рассматривать точку зрения и состава, структуры. — Мы говорим всегда, вот именно вот этот дисбаланс, вот из 19 тысяч, там 88%, значит, это вакансии по рабочим профессиям. Вот это основная масса, это для рабочих. — Геннадий Николаевич, вот Вы сказали, что из 19, там с половиной тысяч вакансий 11% это не рабочие специальности. Это какие специальности? Какие специалисты нужны сейчас на рынке, кроме рабочих? — Если смотреть потребность специалистов, в первую очередь, конечно, это предприятия, обрабатывающие промышленность отрасли, значит, требуют, значит, сегодня испытывают потребность вот таких специалистов. Это, конечно, вот инженерно-технические работники. — Ну, кроме того, у нас сейчас очень много, значит, вакансий, значит, на менеджеров, мета-менеджеров различного типа, значит, различной квалификации, значит, или, значит, там для работы в различных отраслях. Вот это другой такой, в общем, вот профиль потребностей. Вот, а, конечно, больше, значит, потребность специалистов так объемно группировать нельзя, там, в общем, они все потребуются, вот по несколько человек, значит, да, по предприятиям, по отраслям, вот таких больших группировок нет. А вот по рабочим профессиям, действительно, как мы сегодня отмечали, сегодня мы вот остро испытываем потребность швей, вот это 860 с лишним сегодня вакансий водителей, вот мы с этим предприятием сегодня работаем, вот, чтобы их удовлетворить потребность в этих кадрах. Ну, по-моему, еще говорили о том, что необходимы строители, и что строители-то в Чувашии могут зарабатывать неплохие деньги, почти такие же, как и в других регионах, в том числе и в Столите, но их у нас нет, я так понимаю. Ну, да, строительная отрасль сегодня вот испытывает потребность в каменщиках, в штукатурах, испытывает потребность в малярах, значит, сегодня есть масса вакансий, значит, от строительной организации, сегодня вроде бы и зарплата достойна, значит, там, есть вакансии 20-25, 30 тысяч, значит, но, тем не менее, сегодня вот в организации, значит, вот не доходит тех людей, которые готовы работать на эти вакансии. Скажите, вот 19, получается, не 19, а 88% рабочей специальности, это выпускники, специалисты электромеханического колледжа, а могут трудоустраиваться на эти вакансии, или им не нужны, им не нужен банк вакансий, они сами легко уже выходят на работу, Алексей Алексеевич? Ну, у нас в этом году завершил учебу 444 человека, специальности все технические, только одна была из сферы услуг, это парикмахеры, 17 человек, ну, из них вот 10 человек работают, кто-то замуж вышел, кто-то учиться хочет, ну, девочки же в основном. Специальности все технического профиля, вот уже об этом говорили сегодня, они, эти ребята, очень востребованы. Кроме того, те техники, которые завершили учебу, они все тоже имеют, владеют рабочими специальностями. Ну, то есть, они вот получили диплом, завтра вышли на работу? Вы знаете, могут завтра выйти, но есть и много таких, которые в процессе учебы на старшем курсе, они уже работали. Их знает работодатель, вот мне сегодня звонили там, значит, тоже просят ребят. Мы поощряем, когда есть такая практика, называется студенческая практика в Чувашской республике, когда студенты вузов старших курсов, а некоторые даже начинают со второго курса, там четверть ставки, полставки, и мы своих студентов, мы поощряем, когда они трудоустраиваются. А потом у нас ведь учебный процесс так построен, у нас много практики. И когда они приходят на практику, и эти ребята знают, их зачастую ждут уже на этих рабочих местах. Но здесь один момент, который существенен для системы среднего профессионального образования. Три года назад был принят закон, поправка к закону о воинской обязанности. И отменили ту отсрочку, которая раньше была для ребят. Вот, а если бы, ну, скажем, им давали время, завершить учебу. Мы по этой причине, мы сейчас на базе 11 классов не принимаем, потому что им не дают учиться. Как в 18 лет их призывают в армию. Кроме того, была еще и советская практика, я хочу это в этом тоже вспомнить, когда после выпуска всем ребятам, техническим специальностям давали год отсрочки от призыва РД Российской, Советской Армии. Они за это время работали на предприятии, адаптировались. Здесь весной их призывали в армию, на их место приходили другие люди, они снова адаптировались, и их уже работодатели ждали. Сейчас этого нет. Поэтому у нас, скажем так, отсроченное трудоустройство в среднем профессиональном образовании. Вот из 144 человек, которые мы выпустили, призваны в ряды Российской армии на сегодняшний день 178 человек. Некоторые так. Вот у него 23-го числа защита, а 24-го повестка, и он уже уходит в вооруженные силы. Мы им даже не смогли диплом вручить, родителям выдавали. Поэтому у них отсроченное трудоустройство. Они год служат. Возможно, некоторые из них там поступают потом по контракту. Они ребята же уже образованные, знают специальность, они востребованы. Хотелось сказать только, за вами, наверное, за вашими выпускниками, наверное, еще и армия охотится. Парни там образованные, технически подкованные. Взрослые, тем более, армия, она сейчас вся на колесах. Там тоже нужны специалисты хорошие. Армия, ну, бывает, приходит после призыва. Но вот те навыки, которые они получили, может быть, даже хорошо, когда после армии они уже самостоятельные, взрослые, да, кто-то устраивается на предприятии Чувашской республики, если все это дело устраивать. Но есть и такие, которые работают в других территориях. Ну, вообще, наверное, к вашим выпускникам меньше всего каких-то либо, может быть, претензий. Потому что трудоустроиться им здесь в Чувашии есть где. И, наверное, сами предприятия охотятся уже за ними, предлагают им какие-то места. А предприятия не просто охотятся. Предприятия уже на базе наших учреждений среднего профессионального образования создают условия, чтобы готовить под себя эти кадры на базе учреждений среднего профессионального образования. И ресурсные центры открыли. Да, вот Алексей Алексеевич, он не сказал, что у него есть ресурсный центр, который совместно с научным производством объединения ЭЛАРа создан в прошлом году. Сейчас этот центр будет усовершенствоваться, развиваться, расширяться, и большее количество будет готовить специалистов для ЭЛАРа непосредственно для этого предприятия. Соглашение подписано с электропаратным заводом, будет второй ресурсный центр создан. То есть работодателям сейчас выгодно. Если они раньше кадры искали на улице, потом в течение года их обучали, ну а от этих кадров в конце года оставалось очень малое количество. Сейчас они, условно говоря, 80% пытаются у нас уже заказать, а 20% берут с улицы. То есть дисбаланс в этом плане. Вот это государственное частное партнерство, оно сейчас сильно развивается. И очень хорошо, что многие работодатели, они поняли, каким образом можно подготовить высокотехнологические, высококвалифицированные рабочие кадры. Ну, с высокотехнологическими, высококвалифицированными рабочими кадрами более-менее понятно. Но я так понимаю, что предприятиям нужны просто рабочие, да, не только высококвалифицированные. Ну, понятие рабочие сейчас это понятие очень растяжимое. Вот на предприятиях нужны они в основном сейчас универсальные рабочие, то есть которые обладают некоторыми специальностями и рабочими квалификациями. То есть и рабочие специальности, рабочие места, они автоматизированы, механизированы, да, получаются? Ну, однозначно. Там без знаний, информатики условно, некоторые рабочие места уже нельзя занимать. Это и касается сельского хозяйства. Та техника, которая сейчас работает на полях, она без знаний иностранного языка, информатики невозможна. Понятие рабочие, квалификация, это не то, что он пришел там, одел черный там халат, взял зубило молоток и начал работать. Это не рабочие специальности. Сейчас совершенно требования к этой организации труда изменения, технологии другие. Хорошо, их можно потрогать, по крайней мере, подготовку, их можно оценить, качество подготовки этих специалистов можно оценить. Гораздо, конечно, сложнее обстоит с гуманитарными специальностями, где вот не потрогаешь качество подготовки и возможность трудоустройства. В этом плане тоже много чего делается. Вот сейчас мы совместно с педуниверситетом собираемся такой интересный эксперимент запустить. Как известно, на пятом курсе шестинедельную практику у студентов. Четвертый и пятый курс есть, на четвертый тоже. Мы собираемся с начала учебного года уже по школам города Чебоксары запустить с начала сентября месяца практику, чтобы студенты непосредственно больше практически занимались в наших школах по той специальности, к которой они готовятся стать учителями. Для того, чтобы вот сблизить, для того, чтобы конкретно, о чем вы говорите, чтобы между практикой теории и между теми хорошими учителями, которые непосредственно работают в образовательных учреждениях, расстояние было маленькое. – Это хорошо, если, пройдя практику, студент поймет, что действительно его место в школе. А если он поймет, что его место не в школе, к детям его подпускать нельзя просто-напросто. – Не, ну задача не стоит в том, чтобы 100% в школу загнать. Задача стоит в том, чтобы качество подготовки, педагогических кадров увеличить, чтобы качество учителей было выше. Вот в чем задача стоит. – Основная часть у выпускников идет в школу. – Это замечательно, но вот даже, так, зная многих нынешних выпускников, все просто думают, не пойду по специальности, потому что бухгалтерам не берут, экономистам не берут, трудоустроиться сложно. У нас есть выпускница вуза этого года, Дарина. Ты закончила вуз и работаешь по специальности. Скажи, пожалуйста, ты сразу после школы определилась со своей специальностью, со своим местом работы, как вот получилось? – Ну, после школы достаточно трудно определить свое место в жизни, я думаю, это каждый знает. Но в моем случае я седьмого класса знала, что я хочу стать журналистом. Другое дело, что в процессе учебы я в какой-то момент передумала. И помогала мне как раз практика, которой не хватало. И после практики я уже определилась и поняла, что я хочу этим дальше заниматься. – То есть все-таки практика, она большое значение имеет? – Ну, дело не только в практике. Ведь система подготовки к поступлению вуза, она начинается, должна со школы в плане усиления профориционной работы. То есть не просто протестировать ученика, абитуриента, выпускника, какие-то наклонности. Он должен себя прочувствовать в этой профессии. Вот для этого мы что сделали? Мы в Чебоксар создали совместную службу занятости, центр инсталляции профессии. – Сергей Владимирович, в конце 80-х мы ходили на учебно-производственный комбинат на базе 2-го лицея. Это ведь все давным-давно, мне кажется, пройдено. – Но это не совсем так. – У нас были специальности вожатый, швея, токарь, секретарь-машинистка. – Это другое. – Это немножко другое. Я говорю про другое. Вот смотрите, ведь что получается? Ведь сейчас, к сожалению, нацеливаются родители, они на получение чисто образования, на получение диплома. А не на то, чтобы получить ту специальность, которая позволит ребенку потом, после окончания учреждения, неважно, высшего или среднего специально, трудоустроиться и получать достойную зарплату, условно говоря. Это не секрет. Многие на это идут. Вот я хочу сказать, что без того, чтобы не переориентировать родителей, невозможно, конечно, и качественно готовить кадры для экономики. Вот что называется профориентация в новом плане? Ведь профориентация – это что? Не просто наклонность. Человек должен себя прочувствовать. Даже многие, протестировав себя, ведь как раньше было, после 9-го класса всех направляли в центры занятости, они там тестирование прошли, этот человек там природа, человек гуманитарий там, человек математик там и все. И они поступают. А потом после первого курса выясняют, что это не по душе, это не подходит. Вот мы пошли по такому пути. Центр инсталляции профессии. Ребенок, взрослый, даже с детского сада приходит в центр инсталляции, его тестируют специалисты госслужбы занятости, дают консультацию. Педагоги учреждения среднего профессионального образования рассказывают про профессии, а потом ребенок руками погружается. Он может, если он хочет стать радиомонтажником, что-то спаять, какую-то схему собрать и так далее. То есть происходит такое погружение в профессии. А если это ему нравится, то у него потом происходит уже осознанная подготовка, поступление на эту специальность. А если он хочет быть руководителем, он собирает своих друзей и начинает ими руководить. А почему бы и нет? Пока мы не думали о подготовке кадров управленческой, потому что это немножко другое направление. А банкер деньги собирает, будущий банкер деньги со всех собирает. Ну почему? У нас тоже есть направление в учреждении среднего специального, которое и банковское дело учим. Кстати, конкурс большой очень, там и даже на бюджет поступают. Я хочу сказать, что дети и взрослые, а взрослые совместно с ученым должны помогать ребенку ориентироваться. Не просто протестировать, а человек должен себя прочувствовать. Маленький человек должен погрузиться в профессию. Тогда он поймет, это его или не его. А не после того, когда он поступил, допустим, проходит первый, второй курс. Ведь не секрет, сейчас многие после первого курса начинают перепоступать. Или, условно говоря, цифры о чем говорят? Получив среднее специальное образование, многие сейчас поступают в высшее учебное заведение. Вот сегодня я сидел в приемной комиссии. На некоторых факультетах, отделениях, там 50% поступают после получения среднего специального образования. А статистика говорит, что в Чувашской республике 23% выпускников в учреждения СПО поступают в высшее учебное заведение. Это в основном экономические специальности. И музыкальные, и творческие специальности. Я понимаю, а технаре нет. А технаре очень хорошо. Почему? Еще раз повторяю. Вот у нас в Чувашской республике очень сильный электротехнический кластер. Поэтому соглашение между вузами, между учреждениями, профессиональным образованием позволяет создавать эти ресурсные центры. А ресурсные центры – это что? Что ребенок, обучаясь, он втягивается в производство, ему это нравится, он становится востребованный, он идет туда, но потом уже заучно получает высшее образование. Он трудоустроен, он имеет два образования. То есть среднее общее образование, среднее специально, еще несколько рабочих профессий. Ну, я думаю, что вот как раз это тот путь, по которому можно действительно готовить востребованные кадры. Сейчас мы прервемся на рекламу, а затем продолжим беседу, поговорим о международном опыте трудоустройства и о том, какие все-таки специалисты не могут найти работу. Продолжаем разговор. У нас 19 тысяч в банке вакансий и 4 тысяч, я так понимаю, безработных у вас на учете стоят. Да, чуть небольшими учителями. С 4 тысяч, что я хочу сказать. Вот если посмотреть итоги работы за последние несколько лет, в 2012 году к нам, органы службы занятости, обратилось 1544 выпускника. Это составило 3 процента от общего количества обратившихся. То уже, значит, в 2013 году количество обративших составило 1299 человек. Это, значит, это уже 2,4 процента. Вот за январь-июль этого года к нам обратилось 564 человека. Это значительно вот идет снижение вот этого темпы обращения, значит, выпускников. По каким специальностям к вам обращаются? С какими специальностями просят трудоустроить? Вообще обращаются по всем профессиям, специальностям, которые они получают, значит, да. Вот я говорю, в первую очередь, почему у них вот это снижение количества обращающихся? Думаю, что вот это сейчас учебное заведение сами, значит, занимается трудоустройством своих выпускников очень активно. Поэтому они отслеживают, значит, вот этот путь выпускника после завершения учебы. Они помогают, значит, трудоустроиться. Те, которые не могли трудоустроиться, уже обращаются в органы службы занятости. У нас здесь уже свои здесь методики работы с ними. Мы, честно говоря, вот их, ну, выделяем такую отдельную группу, чтобы оказать содействие трудоустройства, потому что это уже от из таких групп, которым в первую очередь надо помогать. Мы проводим с работодателями различные мероприятия, вот это как ярмарка вакансий. Вот если молодым людям в отделе кадров отказывают из-за отсутствия, значит, опыта работы, когда мы в центре занятости собираем работодателей, собираем, значит, выпускников, устраиваем им встречу, здесь уже идет собеседование напрямую с работодателями. Здесь, конечно, им легче. Какие специальности? Вот вы говорите, вы отправляетесь на переобучение какое-то, да? Да, вот это переобучение. Ну, по переобучению, конечно, вот те, в общем, я сказал уже, да, где востребовано это управление, значит, экономика, это гуманитарные, значит, специальности. Поэтому у нас есть, значит, переподготовка выпускников, также с высшим образованием. Это, значит, мы обучаем их на менеджеры. Это менеджеры по персоналу, офис-менеджеры, значит, ну, другие виды там менеджеров. Есть, значит, вот у нас бухгалтерия, 1С-бухгалтерия, значит. То есть к вам обращаются бухгалтеры, которые обучились в каком-то вузе. Да. Но им недостаточно знаний, 1С-бухгалтерия. А как так получается? Нет, это ситуация не так. Вот смотрите, вот ситуация такая. За последние годы вот статистика говорит о чем? Что вот все-таки соотношение тех, которые стоят на учете, немножко поменялось. Если, допустим, 4 года назад из 100 человек 40 бухгалтеров стояло, то сейчас из 100 человек 10 стоят. Это не говорит о том, что действительно... Качество подготовки низкое. Да. Во-первых, изменилась структура подготовки, во-вторых, повысилось качество. Ведь востребованы кадры и бухгалтера, и экономисты, и юристы, которых много готовили всегда, которые обладают высоким качеством. Они востребованы всегда. Сейчас вот действительно многие образовательные учреждения, организации, они имеют центры трудоустройства выпускников. То есть упор делается на том, что уже на последних курсах само образовательное учреждение работает с работодателем для того, чтобы трудоустроить выпускников. Вот и насколько эффективно, неэффективно эта система работает, вот это говорит о том, что не все пока еще устраиваются. Хотя надо сказать, что я уже когда говорил, что вот из 11 тысяч выпускников, которые закончили в этом году и получили высшее образование, 70% – это платники, то там они готовились из-за того, чтобы не просто получить диплом. Вот с такими выпускниками часто бывают проблемы. С другой стороны, видите, мы не должны не только готовить специалистов, но мы и трудоустраивать должны их. Поэтому даже вот… Вы задачи свои тоже в этом видите? Да, показатели мониторинга, даже и есть трудоустройство выпускников. Первый год после окончания. Действительно, мы должны заниматься очень целенаправленно трудоустройством своих выпускников, чтобы они нашли себе работу, нашли свое место. Можно при этом добавить следующее, что вообще трудоустройство человека зависит от качества полученного им образования. Не только востребованного, а от качества. Вы знаете, вот если говорить экономисты, один раз руководитель нашего известного предприятия «Экро» привел такой пример. Тысяча человек на предприятии работают, 80% с высшим образованием предприятия, да? Из них, значит, около 200 наших выпускников работают на предприятии, имеющие средне-специальные учатся. На все предприятие 5 финансистов, 3 юриста и 12 работников булгахтерии. Все. Хорошие булгахтера, менеджеры, они нужны, но хорошие, для того, склонные к этому виду деятельности. Вот то количество учебных заведений в Чувашии, которые сейчас столько не надо. Потому что вот есть у нас педагогические университеты, специально Чувашский госуниверситет, там Академия, традиционные вузы. Но есть и вузы, которые только числятся вузами. Условий там нет. Там идет не выпуск выпускников, а торговля дипломами. Человек приходит с этим дипломом, иногда известно какого-то московского вуза, филиала, да? А знаний тех необходимых нет. Мне один человек, уж я так приведу пример, он сказал так. Пятерка в нашем вузе, если я переведусь в головной, самая оценка у меня там высокой будет, это оценка 3. Они реально эти вещи оценивают. Вот поэтому, мне кажется, вот для того, чтобы человеку трудоустроиться на работу, ему надо определиться, вот девушка кончила великолепный университет, Дружба народов, да, я слышал, так ведь? Это известнейший вуз и в России, и в мире. Конечно, она получила там другой уровень образования, так ведь? А может быть, где-нибудь тех же журналистов, у нас в Шихазанах будут готовить. Наверное, там будет другой уровень. Поэтому надо определяться людям, если они хотят, чтобы у них был успех, определять учебные заведения и чем они будут заниматься. Еще я приведу пример. Вот сейчас люди поняли, что нужны практические знания. Вот в этом году, например, у нас колледж на технические специальности, на программы на техников, 3,5 человека желающих на одно место, а на рабочей специальности почти 2 человека. Люди понимают, и родители, что лучше, как говорится, значит, синицы, говорят, в руках, чем журавль в небе. Нужна какая-то квалификация. Вот это людям надо объяснять. И тогда все будет, наверное, будет проще. И еще один момент, о чем Сергей Владимирович говорил, я просто застаю внимание. Созданы инженерные классы в Чувашии. Они работают. Профильная подготовка. Мы школьникам тоже это дело все объясняем. И это начинает давать свои плоды. Но главное, как в первом классе, вот когда, куда идет ребенок, мы кого ищем? Учителя. У кого он будет учиться? Вот сейчас, когда ты идешь учиться, выбирай вуз. Что тебе нужно? Диплом или знание? Но, когда ты будешь, ты понимаешь, что когда ты будешь получать качественные знания, там надо работать много, там надо учиться, а не просто посещать лекции. И вот это вот главный выбор для молодежи. Знаете, сейчас пришла такая в голову мысль, что ведь у нас не все молодые люди трудоустроены официально. Есть люди, которые работают онлайн. Работают. Есть много работы, предлагают в интернете, допустим. И можно ли это считать трудоустройством, или это неофициально? Как это вот? То есть трудовые отношения не оформлены, значит, неофициальная работа считается с юридичной точки зрения. Но онлайн тоже, наверное, просто так в режиме работать, наверное, тоже какое-то АЗ образование умеет, наверное, скорее всего. Сейчас, конечно, вот новые направления, это дистанционное рабочее место. Вот в Москве, сейчас вот как пишется в прессе, работодатели экономят на аренду рабочей площади, человека принимают на работу, а человек работает в другом месте. Ну, хотя здесь имеется в виду отношения трудовые, официальные. Он не оформлен. Здесь уже оформляется. А то, что человек, я знаю много, вот журналисты тоже размещают свои статьи в интернете и потом получают какой-то гонорар. Значит, им присылают гонорар, значит. Это уже, честно говоря, неофициальное, что такое трудовые отношения. Это, конечно, получается... Это можно считать как-то, что они безработные или они трудоустроенные, как все-таки, наверное, безработные? Вообще, для безработных есть определенные, значит, вот это понятие, значит, термин, значит, что это люди, значит, не имеют работы и заработка, значит, готовы приступить, значит, к трудовым отношениям. И обязательно оформленные у вас. Да, и должны быть состоящие ночи. Да, в обратишься в органы службы. То есть так называемое скрытое безработице наверняка существует. Естественно. Ольга, вот как, по-твоему, есть скрытая безработица в Чувашии? И я знаю, что ты изучала опыт трудоустройства молодежи в Европе. Ну, да, вот то, что вы говорили как раз вот об этих работниках, которые работают неофициально. Сейчас, ну, есть такое понятие, прикряд, то есть нестабильная занятость. То есть сегодня у них работы много, завтра мало. Такое очень сейчас распространено в Европе, особенно в тех странах, где высокая безработица. Вот я была в Словении, там сейчас безработица очень высокая, очень большие проблемы с этим. И, ну, молодым людям, когда они заканчивают университет, им сложно найти работу. И они вот ищут любые способы, чтобы заработать. Они работают вот по интернету, работают как-то нелегально, по-разному. То есть ищут разные способы, чтобы заработать. А у них есть какая-то, вот в Словении есть какая-то статистика, кого же там больше не хотят трудоустроить? Ну, примерно как у нас. То есть вот экономисты, юристы. В другом-то проблемы с экономикой связаны. Поэтому трудоустройство, наверное, достаточно сложное. Ну, может быть, все-таки страна маленькая. То есть вот если идут на экономистов, юристов, то там сложнее будет. Сейчас там очень востребованы, всегда найдут работу биологи, химики, потому что это фармацевтическая деятельность у них развивается. Всегда находят работу инженеры, так же, как у нас. И отличие, наверное, от нас, то, что вот у них, например, для строителей нет рабочих мест. То есть раньше, несколько лет назад были очень востребованы, они активно строились. Сейчас кризис, строят мало, и у строителей тоже не хватает. А как они помогают молодым людям трудоустраиваться? Может быть, какая-то юридическая помощь у них существует? Ну, та организация, в которой я работала, они как раз этим занимаются. Они изучают этот вопрос, распространяют информацию, помогают им в правовых вопросах и предлагают альтернативы. Одна из альтернатив – это, например, создание кооперативов. У них есть очень хороший такой работающий пример. То есть несколько людей, переводчиков, им тоже сложно было трудоустроиться, они создали свой кооператив переводческий. То есть, например, 15 человек, каждый из них является совладельцем, каждый из них управляет этим бизнесом, и таким образом они, в принципе, могут что-то заработать. И благодаря тому, что это как бы не очень известно, многие у них там берут интервью о том, как они смогли это сделать, и, в общем, раскручиваются потихоньку. И предлагают другим тоже самое делать. Каким образом это в Чувашии можно применить? Я думаю, что у нас это тоже возможно. То есть те, кто в одиночку сложнее, все равно справятся. То есть, например, гуманитарные специальности, ну, как уже говорилось, что качественная работа всегда нужна. И если они объединятся, то у них будет больше шансов, я думаю. Татьяна, я хочу добавить, у нас есть Центр молодежи Тусатев при Министерстве образования, который как раз занимается один из отделов как раз трудоустройством наших. И студентов, которые участвуют в строительных, студенческих отрядах, педагогических отрядах и после окончания образовательных учреждений. Есть у нас даже Центр молодежи Тусатев создал атлас рабочих профессий, которые есть. Это можно на сайте посмотреть. Вот они тоже действительно занимаются. Есть у нас, конечно, вот и штат волонтеров. Надо сказать, что в Чувашии очень большое количество волонтерских объединений, практически порядка 42 тысяч волонтеров, которые, ну, будем говорить, в свое время были оформлены паспорта, книжки на них, на этих волонтеров. То есть есть Центр молодежи Тусатев, куда можно обратиться тем студентам, которые хотят еще раз подумать, каким образом кто-то устроится после окончания образовательной организации, и каким образом пройти производственную практику, каким образом можно поработать во время летних каникул. Здесь очень интересный есть опыт такой, о нем сейчас много говорят в России. Это три страны его культируют. Швейцария, Германия. Это дуальная система образования. Вот здесь очень велика роль бизнеса. Скажем, бизнес говорит, что у меня объявляется вакансия на такое-то количество специалистов в области металлообработки. И они сами объявляют прием. Объявляют прием, значит, берут на себя такие расходы, как теоретическое обучение идет в учебном заведении, а вся практика, на которую мы очень много тратим, мы, государство, деньги, то есть практика – это создание мастерских, лабораторий, она идет на предприятии. И кроме того, и бизнес отслеживает вот эти вот результаты этих ребят. Вы знаете, вот конкурс, например, на оператора станкового программного управления в Германии. У нас ни один вуз технический не имеет в России такого конкурса. 15-16 человек на место, чтобы поступить. Стипендия – 500 евро в месяц. На счет этой стипендии они в себе покупают специальную одежду, там средства защиты, питаются и так далее. Но для этого в России, чтобы перейти на эту систему, надо здорово внести большие изменения в законодательство. Там, в Германии, после войны, когда они перешли на эту систему, бизнес взял на себя ответственность за подготовку кадров для промышленности, для других отраслей экономики. У нас это взяло на себя государство. Так получилось у нас, да? И поэтому, видимо, наверное, надо учитывать опыт Германии. Он интересен, так же, как опыт Европы. Любых стран. Каждая страна, она же должна себя обеспечивать кадрами. Но нужно этот опыт адаптировать. Не слепо его копировать, а адаптировать под наши российские условия. Вот Сергей Владимирович уже говорил здесь о наших предприятиях, которые нам помогают. Но их очень мало. Я по своему колледжу скажу, кто нас вкладывал деньги за все его существование из бизнеса. Это Щебоксарский электропарадный завод. Это концентракторные заводы. Это Илара. Остальные, на деньги которых мы готовим кадры, пользуются теми средствами, которые вкладывали эти три предприятия. А сколько у нас предприятий в Чуваше? Больше 12 тысяч на сегодняшний день. И что-то порядка около 50 тысяч индивидуальных предпринимателей. Сколько из них готовы участвовать в этом процессе подготовки для себя кадров? Это процесс очень серьезный. Я думаю, что такой опыт можно не только на вашем, а на примере вашего учебного заведения посмотреть. Мне кажется, если предприятию нужны те же самые швей. 800 человек у нас не хватает швей. Ведь предприятия, которым требуется швей, они же могут каким-то образом готовить их себе. С 9 класса школы готовить себе швей, смотреть на уроках труда девочек, которые умеют что-то делать руками. Очень простая работа и низкооплачиваемая. Молодежь сейчас... Ей, низкооплачиваемая? Конечно, низкооплачиваемая. А вы что? А почему их 800 человек нет тогда? Не хватает. Низкооплачиваемая работа? Из-за того, что не хотят платить достаточно высокую оплату труда, и молодежь поэтому не ведет. Какова зарплата у швеи сейчас? Мне кажется, не меньше 20. 15-16 тысяч, значит, есть еще и меньше. Но сегодня, вот посмотрите, есть такие производства. Я был на одном предприятии, значит, да? Вот то, что швея стручит на рабочем месте, видит работодатель, который находится в Москве. Вот строчка, он ровная, значит, кривая строчка, да? Вот такая, значит, сегодня аппаратура, значит, такое оборудование, которое позволяет, значит, отслеживать. И человек, конечно, находится все время в таком средствовом или напряженном состоянии. Знаете, если я все хорошо делаю, мне как-то все равно следят за мной или не следят? Это зависит от уровня производства, которое сейчас предприятие, зависит многое. Многие хотят прибыль большую, при этом затраты нести мало. Тогда надо, получается, работать не только с вузами, но еще и с бизнесменами? Естественно. Поэтому, ведь эта система такая, без заинтересованных сторон работодателей подготовить, трудоустроить, нормальные кадры, это невозможно, абсолютно. Обоюдная заинтересованность должна быть в этом направлении. Мы должны признать, и мы приглашаем, продаем разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, значит, чтобы поддержать эти предприятия, которые занимаются сегодня швейным производством. Поэтому бизнес, значит, не может пострадать из-за того, что сегодня нет рабочих рук. Поэтому здесь сегодня есть. Хотя у нас в четырех учреждениях мы швей готовим. Пожалуйста. Мы готовим швей. Мне кажется, если немножечко поднять зарплату, немножечко улучшить условия труда, немножечко более по-человечески относиться к людям. Татьяна, опять же, без заинтересованности работодателя, этот процесс должен обоюдосторонний быть. Тогда действительно у нас и трудоустройство, и востребованность, оно будет на хорошем уровне. Я думаю, что бизнес очень часто бывает так. Вот есть предприятия, где очень высокие технологии. Мы их знаем. И там люди получают очень высокую зарплату, им нужны специалисты. А есть работодательные предприятия, где очень, скажем, устаревшее оборудование. И они хотят свои вот эти сдержки в некачественном оборудовании заменить профессиональным мастерством людей и интенсивностью их труда. И, конечно, когда человеку приходится вместо 8-12 часов там сидеть за швейной машиной и так далее, да, ему это быстро надоедает. И он никогда за это рабочее место агитировать не будет. То есть, получается, вот как Алексей Алексеевич сказал немного ранее, здесь у нас действительно заинтересовано государство в подготовке, да. Конечно. А сами бизнесмены, люди, которым нужны работники. Развивание государственное частное партнерство. То есть, надо заинтересоваться. Без этого невозможно. Они хотят получить бесплатную рабочую силу. Да все. Не совсем бесплатно. Они платят налоги, но их заинтересованность... Они же говорят, мы платим налоги. Да, конечно, мы понимаем, платим налоги. Но их заинтересованность должна быть выше. И у нас много примеров в республике, где есть эта заинтересованность. Но пока этого недостаточно. Не у всех. Не у всех. Ну, вот, к сожалению, у нас сегодня не пришел к нам на рабочий стол представитель работодателей, поэтому мы не можем за них, за всех ответить. Когда мы готовились к нашему круглому столу, мы создали несколько опросов в интернете, на нашем сайте, в группе ВКонтакте. Не так много человек откликнулись на этот опрос. Но 50%, почти 50% работают по специальности. Почти 50%, 45% не работают по специальности. И 6% ответивших вообще не работают. То есть получается, что не всегда и вузы отвечают потребностям рынка, и рынок не всегда может трудоустроить тех, кого выпускают наши вузы. Резюмируя, завершая сегодняшнюю нашу встречу, наверное, еще лет 10 назад не было бы настолько, может быть, оптимистичных даже процентов, 50 на 50. Все-таки, когда началась эта работа на встречу друг другу работодателей и вузов, я слышала очень жесткие оценки, что не хватает очень многих специалистов. Мне кажется, сейчас ситуация несколько начала выравниваться еще благодаря тому, что и бизнес, и вузы, и государства идут друг другу навстречу. Ну, дай бог, чтобы через 10 лет нам вообще сгладить очень многие потребности. Есть что-то добавить на данную тему, гости, уважаемые гости? Ну, наверное, все обсудили, да. Ну, я просто хочу сказать, обратиться к бизнес-структорам для того, чтобы они все-таки задумывались, обратились как к учреждениям среднего профессионального рода, так и к высшим учебным заведениям, которые имеют хороший научный потенциал и готовы помочь в подготовке кадров для их предприятий. Я хочу выразить очень большую благодарность. Вот наш колледж за последние годы и была большая поддержка правительства Чуваши серьезно укрепил материальную базу, созданы более лучшие условия. Это признательность республики. Я бы хотел выразить особую признательность тем предприятиям, которые нас поддержали. У нас бы не было той базы, если бы в национальном проекте образования нас не поддержал концентраторный завод. У нас бы не было такой базы-щепу, как в свое время нам передал 12 единиц металлоречивых станков новых, Чебацарский электропарадный завод. У нас бы не было, вот сейчас мы формируем базы, если бы нас не поддержала и Лара. И вот только взаимоотношения с нами, в заинтересованности этих людей, мы можем добиться позитивных результатов. И, конечно, и ребята будут получаться другие. Они же, когда, получая, работают на этом оборудовании, они всегда будут востребованы и не нужны предприятию. То есть вот эта работа, она, значит, эти согласованные действия, они дают только позитивные результаты. Но для этого надо, чтобы бизнес, не только вот названный мной предприятием, тут Сергей Ильич может привести много примеров, позитивных много примеров в республике. Вот я думаю, что и бизнес, и мы учебные заведения должны очень плотно работать. Тогда и результаты будут выше. – Илья Николаевич. – Хочется надеяться, что молодые люди будут делать в правильном шаге выборы профессии. Мы понимаем, что на экономиста учиться легче, чем, например, на инженера. Не надо там ночами сидеть, ночами с держами. Но на сегодняшний день инженер, значит, намного больше востребован, чем экономист. Поэтому такое пожелание. – Спасибо большое, что вы откликнулись на наше предложение поучаствовать в круглом столе. Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо нашим телезрителям. Наверняка мы еще много аспектов не обсудили. Наверняка у этой темы может быть продолжение с другими гостями, с другими экспертами. Спасибо за то, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»